Иисус Иисус есть Христос, это сила преодолеть искушение сатаны. Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню, и был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили Ему. Евангелие от Марка 1, 12-13. Аминь. После того, как Иисус был крещен Иоанном в реке Иордан, Святой Дух повел Его в пустыню. Пустыня, эта дикая местность, представляет собой обширное пространство грубого и сухого песка. Днем светит очень жаркое солнце, а ночью дует очень холодный ветер. В этой пустыне Иисус молился сорок дней. И он ничего не ел и не пил ни днем, ни ночью. Через сорок дней Иисус закончил молиться и, наконец, почувствовал голод. Но посреди пустыни не было ни еды, ни воды для питья. Тогда сатана-искуситель подступил к Иисусу и сказал, «Если ты действительно Сын Божий, прикажи этим камням превратиться в хлеб». Конечно, у Иисуса была сила превращать камни в хлеб. Однако Иисус ответил сатане, «Библия говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Выслушав ответ Иисуса, сатана отвел Иисуса в святой город, поставил его на крышу храма и сказал, «Если ты Сын Божий, спрыгни отсюда». В Библии сказано, Бог прикажет своим ангелам поддержать тебя на руке, чтобы ты не ударился ногой твоей о камень. Тогда Иисус ответил дьяволу, «В Библии также написано, не испытывай Господа Бога твоего». И еще раз сатана взял Иисуса на очень высокую гору и показал ему все царства мира и их славу, «Если ты упадешь и поклонишься мне, я дам тебе все это». Тогда Иисус сказал, «Отойди от меня, сатана!» В Библии сказано, поклоняйся Господу Богу твоему и служи Ему одному. После этого сатана отошел от него, и пришли ангелы Господни и стали служить Иисусу. Существование сатаны и искушение Иисуса от дьявола на сегодняшний день подробно раскрыты только в Библии. Согласно Откровению 12.7.9, Старый змей, великий дракон, сатана, дьявол, который начал войну на небесах против Бога еще до сотворения мира и упал на эту землю, делает все возможное, чтобы украсть наши души, уничтожить нас и погубить. Сатана, появившийся в третьей главе Бытия, использовал змею, чтобы сразить Адама и Еву. Поэтому мы, люди, рожденные от семени человека, погрузились в боль и проклятие. Даже сейчас дьявол атакует народ Божий, созданный по его образу и подобию, принося испытания, боль, проклятие и бедствия, страдания от болезней и смерти. В нашу эпоху дьявол – отчуждатель, и сатана – враг Божий, очень активен, из-за чего происходят бедствия и нет безопасного места. Поэтому Бог-Творец послал Иисуса Христа, Мессию, главного героя Бытия 3.15 и дал нам истинную и вечную жизнь. Бытия 3.15 Дитя, Девы, Иисус Христос, Царство Сатаны Он полностью разрушил! Что нам следует делать в начале 2024 года, если нас настигнут испытания, конфликты, трудности и проблемы, принесенные сатаной? Дьявол, отец лжи, согласно Иоанна 8.44, проникает во все уголки нашего сердца и продолжает шептать «Вернись к своему старому Я, следуя своей греховной природе, своему эгоизму и желаниям плоти». Но мы должны провозглашать, не давая дьяволу шанса. «Мой Господин Иисус Христос!» И тогда дьявол убежит. Каждый из нас должен сменить своего хозяина, чтобы не оказаться рабом власти греха. Очень простая и светлая истина. Иисус есть Христос! И если вы провозгласите это имя и начнете как чадо Божие со Христом, как Божьей мудростью и Божьей силой, способной разрушить дела дьявола, то они будут разрушены. Иисус есть Христос! Я – чадо Божие! Всем проблемам! Конец! Дьявол! Прочь! Наполнись святым духом! Евангелие всему миру! До края земли свидетелем стань! Иуда Искариот, ученик Христа, стал упрямым и жестоким в сердце после искушения дьявола, поэтому пошел к первосвященнику и продал Иисуса за 30 сребреников. Затем он взял воинов и пошел к Иисусу. Мы должны всегда наполняться Божьей силой, чтобы преодолевать искушение дьявола через Слово Евангелия, данное Богом во время служения. Вы сможете участвовать в движении ученичества только тогда, когда отбросите в себе ложь, нечистоту и чрезмерное зло, и смиренно будете принимать в своем сердце Слово Божие, способное спасти вашу душу. Как и Давид, герои Библии получили Божью благодать и благословение после прохождения испытания дьяволом. Подобным же образом служение Иисуса началось после того, как он был искушаем сатаной. Если вы пройдете испытание дьявола, Бог пошлет ангелов Господних служить спасенным детям Божьим. Христос из Бытия 3.15 – это истинный царь, разрушивший дела дьявола, истинный священник, решивший все проблемы, и истинный пророк, который есть путь встречи с Богом. Давайте на этой неделе сосредоточимся на духовной битве, направленной на то, чтобы через Христа сокрушить голову дьявола, держащего наши тела. Я благословляю вас стать активным духовным посланником, чтобы вы наслаждались видением Бога в ответ на призыв идти и подготовить учеников. Всемогущий Бог, благодарю Тебя за то, что Ты помог мне обрести силу преодолеть искушение сатаны посредством Слова Евангелия через поклонение и стать чадом Божьим, смотрящим только на Христа. Пожалуйста, помоги мне стать духовным посланником, который будет нести Евангелие в мир, каждый день борясь в духовной битве, не давая дьяволу шанса и заявляя «Мой Господин Иисус Христос, во имя Иисуса Христа я молюсь». Аминь.